Всем привет из Калифорнии! Всем моим друзьям, подписчикам, просто кто меня смотрит, это видео я хотела бы сделать о свадьбе, которая у нас тут была. Это даже больше видео о свадьбе, без знания английского. Я уже говорила ранее, что я очень наивно все предполагала про английский язык. Перед тем, как приехать в Америку, я еще раз говорю, я нигде не могла найти информацию, сколько люди учат, сколько они осваивают этот язык. И как бы никто не писал, все писали уже потом, ну что выучили там, а вообще как этот процесс шел, люди, ну уже многие забывают, кто тут живет там по 5-6-7 лет, они уже просто даже не помнят, как это все произошло, потому что это такой небыстрый процесс. Это я говорю о тех, кто без знаний языка приехал. Вот, и поэтому я как бы думала, что приехав сюда на свадьбу, у меня полтора месяца оставалось, я выучу язык. Предварительно скажу о том, что мы с Риком когда переписывались, он, естественно, никогда не был женат, и для него это была первая такая тоже суета свадебная, он не знал, куда ему бежать, что заказывать, ну как это говорится, глаза боятся, руки делают, все, он начал потихоньку делать, и я ему еще с России писала, что вот я приеду, не беспокойся, я тебе тут помогу, и мы вместе все сделаем. Но я ориентировалась на то, что в России я там горы свернула, все знаю, все умею, языком владею, и поэтому мне казалось, что я и сюда тоже приеду, и как бы за полтора месяца там я вполне уже освоюсь, и начнем мы с ним тут и свадьбу готовить, и все. И у нас вопрос вставал еще о гостях. У меня тоже как сестра хотела приехать, друзья, но я, честно говоря, как бы дочь у меня беременная была, поэтому она не могла ехать, а так, может быть, тоже бы вопрос встал, что ей тоже там хотелось бы поехать. Ну и все. И, короче говоря, я у Рика спрашиваю, я говорю, а как ты смотришь на то, чтобы приехали мои гости? И он как-то так не очень отреагировал вообще на это. Я даже как-то подобиделась. Он спрашивает, ты как бы нормально? Я говорю, вроде да. Ну и все. Он говорит, ну как бы пожалуйста, если ты хочешь, как бы приглашай кого хочешь. Ну и все. И потом я как-то посидела, подумала, думаю, я еще сама-то ничего не знаю, как я гостей повезу. Ну, короче говоря, это надо визы делать, это надо было там его просить, чтобы он найти приглашение, высылал, а сейчас уже все как-то попроще стало. Короче говоря, я решила никаких гостей, будут только его родственники. Все. Вот он начал предварительно уже тут все делать, приглашение там нашел. Тут в Америке вообще очень распространено регистрация свадеб. Это в Лас-Вегасе и озеро Тахо. Озеро Тахо от нас 2 часа всего ехать вверх, север туда. И там есть город Рина. Там без проблем. Приходишь, платишь 60 долларов и тебя регистрируют в удобный для тебя день. Все. Там ресторан можно заказать сразу же, все развлекательные мероприятия. В общем, короче говоря, все это у них отрегулировано, сделано, эти церкви везде есть. Вот. И он уже число. Все тогда определился, позвонил туда. И вот я приехала, когда в Америку. И вот тут вот я столкнулась с действительностью, с реальностью. Как это у нас говорят? Всегда теория расходится с реальностью. Я, конечно, вообще была счастлива, что никакие гости мои сюда не приехали. Начну с того, что я приехала, и где-то через 2-3 недели я поняла, что какой язык там полтора месяца. Для меня это все, все слова, это был единый поток неразличимых совершенно слов. Я совершенно тут, естественно, не ориентировалась. Мне надо было покупать платье, какую-то бижутерию. Благо, что у Рика есть сестра, которая со мной ездила. Мы это все покупали. 2-3 дня мы на это потратили. Вплоть до того, что я в принципе не знала, где тут продают колготки, какие-то вот такие вещи. На это все надо время. Это все нужно исследовать и узнать. Времени этого не было. Было только полтора месяца. Так вот, про язык. Каким бы ты ни был в России человеком, начальником, руководителем, даже президентом, если ты приезжаешь в страну и ты не знаешь языка, ты здесь никто. Вот поставь тебя здесь у нас. на улицу самого великого человека в стране у нас. И ты будешь стоять, как бревнышко. Ты недееспособен. И ты, как сказать, это не ты будешь стоять здесь и без языка все. Ты пропащий человек, вот так вот скажут. Вот таким вот человеком я приехала сюда на свадьбу. И если бы я привезла с собой вот этих друзей, вот образно говоря, вот я была бревнышко, вот такое вот, бревнышко, с ручками, с ножками и с хлопающими глазами. Вот точно таких же я бы привезла своих сюда друзей, родственников, вот таких же еще шесть бревнышек, с которыми невозможно ни говорить, ни спросить, которые не могут озвучить свои проблемы. Это нужно и брать, вот, всех за ручку и за собой водить. Вот такую бы проблему я бы привезла Рику. Я потом с ужасом думала, что бы я наделала вообще. Мало того, что он тут вообще все это организовывал, что столько проблем у него этих было, всяких разных, он с телефона там не слазил. И еще вот эти вот мои все близкие люди, которым я не могу никакую информацию передать, которые не могут мне никак, Рику никакую информацию передать, потому что я не могу Рику передать, и они не могут это озвучить. В общем, это страшное дело. И я уже не беру во внимание то, что здесь ехать это на озеро Тахо, это каждый у нас гости приезжали на своей машине, это надо было бы заниматься этим транспортом, это как-то собирать, где-то селить там в отеле, созваниваться, говорить, что куда мы пошли, а раз я не понимаю информацию, я не могу им это передать. В общем, короче говоря, только тут вот в Америке уже на своей свадьбе я поняла, что такое без языка еще и кого-то привезти. В общем, короче говоря, это все вот, хорошо, что я была одна, везде меня водила его сестра, там в парикмахерские что-то мне надо было там переодеться, одеться, маникюр, короче говоря, но я была одна, поэтому меня проще взять было за руку и просто отвезти, посадить, и сказать, сиди и делай. Вот. И, конечно, не знание языка, зато мне очень помогло, когда мы в церкви регистрировались, я уже, не знаю, говорила нет, что у меня всегда, я очень трогательно отношусь к таким вещам, это к свадьбам, и когда детей забирают из роддома, я всегда плачу, и плачу, стою, плачу, и плачу. И поэтому здесь, от того, что я ничего не понимала, то, что по Библии там читали, то, что говорил пастор, и мне даже плакать не хотелось, от того, что я не могла проникнуться вот этим вот всем, и это меня, конечно, спасло, потому что там и сестра у него плакалась, и мама, в общем, короче говоря, все, а я стояла и ничего не понимала, зато весь макияж был сохранен, вот это единственный плюс в моем незнании языка. Так вот, про свадьбу еще, что я хочу сказать, что мы сразу же там все, приехали где-то за неделю, Рик уже договорился предварительно, когда еще в России была, забронировал число определенное, мы потом поехали, заплатили, сдали наши документы, нам дали там сертификат, который мы должны были в церковь отнести, мы пришли в церковь, там все тоже это организовали, и цветы, и оформление, в общем, короче говоря, все сделали, парикмахерскую они нам предоставили тоже там, мы также заказали там кафе, тоже у них, вот город Таха, вот где это озеро Таха, это город, получается, под землей и над землей, у них все отели там соединены между собой, эти игровые там, автоматы, где стоят, где всякие развлечения, ты можешь ходить под городом, и посетить все эти места, можешь наверху этого города ходить, и тоже там всяких отелей полно, и развлечений, и горные лыжи, и горные велосипеды, в общем, там все есть, и вот там очень много свадеб проходит, потому что, если делать их в своем городе, вот допустим, если бы мы захотели эту свадьбу сделать, то по-моему, тут надо что-то куда-то идти, сдавать кровь, в общем, гораздо проблематичней, а вот в этих местах, Лас-Вегасе и на озеро Таха, это без проблем делается, вот, это штат Невада, озеро Таха, и все, и в общем-то, это все было без проблем, главное, деньги бы платили, и я уже говорила, что все это очень недорого получилось, на наши деньги, 140 тысяч, это где-то 4-5 тысяч долларов, меньше даже 5 тысяч долларов, это не считая колец, кольца дорогие, вот, и все, и вот так вот, я вот без языка, я это видео делаю к тому, что, конечно, все это делается, но, я очень благодарна сестре, что вот она со мной везде там ездила, и помогла мне это все купить, а вот так вот, приехав сюда без языка, конечно, это, если у вас муж хорошо не работает, вы можете с ним там объехать, все, вот Рик тоже работал, как бы проблематично ему было, и поэтому довольно-таки сложно тут что-то взять, вот самой там поехать, купить, ты ни магазинов не знаешь, ничего здесь, и поэтому, конечно, нужно иметь такого человека, который бы тебе помог и это сделал, но это опять же я говорю о людях, которые, вот как я, плохо знают английский или не знают, конечно, кто знает английский, ну, и то это проблематично, пока машины нету тоже, поехать куда-то, ты еще не сориентировался, где здесь магазины, и все прочее, в общем-то это, ну, глаза боятся, руки делают, все прошло, все сделалось, так скажем, все нормально, язык до сих пор учится, я уже говорила, что я думала, что я его через 4 месяца выучу, но прошло 4 месяца, и опять ничего, и, в общем, короче говоря, вот только сейчас начинают какие-то результаты появляться, еще про язык я хотела сказать, у меня тоже спрашивают, что вот я сейчас, я уже это раньше говорила, что я очень хорошо понимаю, кто говорит, наши люди, кто говорят на английском, и другие нации, кто говорит с очень большим акцентом, я их лучше понимаю, чем американцев, вот, потому что я тут смотрела тоже, как наши сидели, разговаривали, ну, где-то тут на ютюбе или где, и я, в принципе, почти все поняла, и, к сожалению, у американцев это все очень сложно понять, ну, все, всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока!